Мне повезло, я провожу свои новогодние выходные на работе. А вот вы наверняка дома, с родными. Возможно, вас что-то начало уже раздражать друг в друге. Вот вам несколько советов, как сохранить дома теплую атмосферу и не рассориться с родственниками. Во многом проблемы такого характера провоцирует новый для нас распорядок дня и сама среда. В первые дни Нового года мы перевоплощаемся в домашних котиков и практически не расходуем энергию, а ей нужен выход. Это вполне нормально. Поспали, можно и поесть. Поели, можно и поспать. Это животный образ жизни, и он будет в нас животные инстинкты. А первый животный инстинкт — это агрессия. И поэтому супруги, запертые в течение 10 дней в одной квартире, они начинают попросту делить территорию. Они делают это подсознательно, конечно, они не говорят, «Так, дорогой мой, пожалуйста, подвинься, сейчас я буду делить территорию по-своему». А тот говорит, «Нет, знаешь, я по-своему сейчас все здесь расставлю акценты, чем нам нужно заниматься, что нам нужно делать». Против этого есть только одно противоядие. Нужно очень хорошо распланировать, если вы хотите праздника, нужно очень хорошо распланировать эти 10 дней. К вашим услугам множество онлайн-ресурсов, где в праздничные дни любимые группы дают бесплатные концерты, а театры транслируют свои лучшие спектакли. Отвлечься поможет совместный просмотр фильмов или образовательные курсы. Никто не отменял прогулки на природе. Игра в снежки или гонки на лизянках послужит громоотводом для ваших эмоций. В конце концов, нет ничего страшного в том, чтобы побыть некоторое время наедине с собой. «Каждый из партнеров должен понимать и каждый должен суметь в случае необходимости обратиться к другому и сказать, «Слушай, извини, пожалуйста, можно я сейчас два часа посижу на кухне один? Мне просто требуются свободные пространства. Ну, пойми, я утомился, мне нужно восстановиться». И хорошо, если другой партнер воспринимает это, принимает то, что человеку нужно свободное пространство. В принципе, сейчас в 21 веке люди более продвинутые в психологическом плане, чем они были в веке 20. Мне кажется, такая просьба побыть одному уже не вызовет каких-то сильных эмоций у большинства людей. Не надо думать, что ваш партнер ваш разлюбил, что он вам изменяет, что у него началась депрессия. Просто нужно дать какое-то время побыть ему одному. Хорошо бывает разойтись по комнатам, и каждый займется чем-то, что его душе хочется. Потом, естественно, возникнет желание собраться вновь. В этом нет ничего страшного. Мы вместе пережили такой сложный год. Не приходится сомневаться, что и январь с его выходными только сплотит нас. Больше активности, больше информационных раздражителей, словом, больше двигайтесь и тренируйте мозг, и времени на ссоры попросту не останется. Павел Ярасов, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.